Мать, дочь и их мужчины. Эта история могла бы быть бытовой мелодрамой о конфликте поколений. Вот только происходит всё в особой действительности. Множество оттенков серого. Геометричность и стерильность. Герои этого спектакля живут в зоне неопределённости и осмысляют зону ответственности. Где-то происходит катастрофа. Жертв больше миллиона человек. Но чужая беда вызывает мало сочувствия. Позиция героев – каждый должен возделывать свой сад. Пьесу «Стойки» Дмитрий Данилов написал специально для художественного театра. Режиссёр Денис Азаров объясняет, ему очень нравится, когда в тексте ничего не происходит, но при этом что-то происходит. Безысходность пьесы и при этом попытки людей всё время пробиться друг к другу, даже несмотря на то, что обстоятельства этой антиутопии не предполагают никакого человеческого контакта. Но всё равно стремление человека оставаться человеком, оно меня больше всего, наверное, привлекло. Ещё меня привлекла ритмическая структура пьесы, которая является, в принципе, весь текст является для меня одной большой паузой. В этом мире не бывает взлётов и падений. Каждому обеспечен условный доход. День прожили – и ладно. Месяц протянули – здорово. Каждый сам должен ответить, что это для него. Прошлое, будущее или настоящее. Я могу сказать, что моя героиня, как мне кажется, из всех героев этой пьесы, мне кажется, единственная, которая хочет выбраться из этих серых стен. Герой Павла Табакова снимает на видео серые стены и выкладывает на канал, где ноль подписчиков. Его отношения с девушкой – скорее соседство. Мужчина не проявляет инициативы, не принимает решений. Актер уверен – таких людей много. Если что. Да. Если что. В общем, есть такой вариант. Если что. Да, если что. Возможно, я тоже хочу, чтобы меня в какой-то момент партнер направил в нужное русло или сделал что-то, чего я бы не хотел. Ну, как бы, чтобы мне предложили, чтобы я на это согласился. Даже находясь в отношениях, каждый – то ли в своем домике, то ли в персональной тюрьме. Здесь история про то, что происходит действительно какая-то девальвация отношений, про то, что каждый сам с собой, каждый не думает про другого. И, конечно, мне кажется, что здесь надо вынести такую фразу, что человеку нужен человек. Философия стоиков – делай, что должно и будь, что будет. Но в этом мире делать нечего, и никто ничего не должен. Так что новый стоицизм – ничего не делай и будь, что будет. Яна Музыка, Сергей Харламов, Новости культуры.